Итак, снова здравствуйте, мы продолжаем, и я так и не понял, как удалять постройки. Да, так и не понял, как это делать, к сожалению. А, тут даже есть отчеты какие-то, ужас. А, вот, разрушить! Блин! Вот кто так спрятал кнопку, вы издеваетесь? А что я хотел разрушить у нас? А, блин, а вот эту станцию будет неправильно разрушать, мне кажется. Сколько мы получим? 5600? А она, по-моему, за 2000 строится, не знаю. Какой процент нам дается от разрушенного? Это невозможно разрушить, окей. А что еще мы можем? Здесь мы можем разрушить? Да, можем разрушить. Ага, можно покинуть планету, круто. Но мне это не нужно особо так, изучение планеты. Давайте изучим все планеты. Вот, раз-два. Ну, или астероиды, как у нас тут, в данном случае. Круто, что можно разрушать все-таки постройки. Но они его, блин, спрятали. И я так и не нашел нигде, не написано, где эта кнопка разрушения чего-либо. Фазовый барьер. Круто. Это можно разрушить, но бесплатно. А вот так можно было бы фармить. А, стоп. А сколько будет стоить это? Как там, два? Два? Два, 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 два. Нет, два это не то. Один. Три. Вот, три. И сколько будет стоить мне это? А, там показывает только один корабль, типа уничтожить, что? Можно. Это хреново. Что мы будем создать? Что мы будем создать? А, стоп. А мы можем разрушить один из флагманов. Вот это тот флагман. Что мы будем создать? Он нам не нужен. 900 всего лишь. То есть мы только половину получаем. Поэтому нам невыгодно, в общем-то, вызывать темный флот и разрушать его. Куда это вы прилетели тут? Вы освидели что-ли? Серьезно, Ленит has not found anything. Атакуя их. Сейчас он так вам даст, что трындец был. Серьезно, Ленит has not found anything. Бабах, и всё. Минус один. Серьезно, Ленит has not found anything. И этого практически уничтожило. Ну, уничтожили, уничтожили. Есть, уничтожили. Есть, уничтожили. Отлично. Видите, даже разведчики ко мне не могут залететь. Так, тут у нас есть исследование. Тут у нас есть исследование или нет? Да, тут у нас есть. Тут тоже есть. Тут тоже есть. Тут нет исследования. Давайте исследуем. И тут тоже нужно исследовать. Конечно же. Сокрушитель. Ну, я не уверен. Эти технологии, они мне не очень нужны. У меня 14 тысяч. Ну, 14 тысяч это неплохо, в принципе. В принципе, это неплохо. Но мне нужно вот это вот всё прокачивать. Потому что, потому что, потому что, потому что они мне будут приносить доход. Большие корабли мне приносят доход, и это круто. Одну из верфей, вот эту вот, можно разрушить, наверное. Да, обе верфи, в принципе, можно было бы разрушить, но я только одну разрушу. Ну, давайте выберем, кого мы будем ещё призывать. Мародёр. Фазовые ракеты. Разрушитель. Разрушитель, а не плохая ракетная атака. Ну, у него мало хп-шек. Разоритель Корту, где он там? Так, стоп. А, опять на меня нападают? Да пусть нападают, в принципе. Они вот сюда нападут, и их всех здесь отымеют. Так, вот, класс-код. Зачем на планете не нашли ничего. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Наш время short. An excellent plan. Пусть тогда на меня нападают дальше. Пиратеры опыта получу хотя бы. Надеюсь, они сюда нападут, потому что, если они здесь где-то появятся... Ну, как они могут здесь появиться, вот вы подумайте. Дальше. Тут у нас есть вот этот вот процессор материи, который нам абсолютно не нужен. Давайте его разберем. По-быстренькому. И... Где пираты? Ничего-то на меня нифига не нападают. Нигде. Отстой, конечно. Что я просрал огромную свою базу? Ну, ладно. Ну, как я её просрал? Я её неправильно немного прокачал. Это то я помню. Так, и насколько у нас уменьшилось... Так, доход от обогатительных заводов. Как-то не особо. Не особо большой доход. Дальше. Нужно больших кораблей производить побольше. И причём нужны именно полезные большие корабли. Я, если честно, не совсем знаю, какие это корабли. Авианосец давайте один построим. Давайте ещё этот корабль попробуем. Так, и где нас на нас напали? Да, именно сюда напали. И это нам выгодно, потому что наша база тут справится вполне со всем этим говном. А мы ещё и прокачаемся на них. На этих пиратов. Они прямо долетать не успевают сюда. Видите? Броня 25, капец. 25 брони это... Как блин, там больше 100% урона получается, должно поглощаться. Пираты рейдовы относятся к нашим планетам. О, нифига себе, база как быстро летает. Пираты рейдовы относятся к нашим планетам. А ну-ка. Блин, от обогатительных заводов совсем маленькие доходы. Нужно, наверное, этот разрушить обогатительный завод, а здесь построить обогатительный завод. Давайте-ка попробуем. Где тут он? А, нет, не обогатительный завод, а... Стоп. Процессор материи. Но он и есть, по сути, обогатительный завод. Так, берём этот авианосец. О, восстановительное облако, да. Довольно крутая вещь, наверное. И бомбачей давайте сделаем. Хотя... Давайте и истребители и бомбачей. А тут что у нас? Тут бомбачи, естественно. И что у нас тут есть? Пассивный перенос. Пассивный перенос. Продолжение следует... Угу. Рассеяние гравитации. Блин, крутой корабль довольно. Способности вообще у них очень прикольные у этих кораблей. И куда это ты прилетел, ты, сволочь? И сюда. Продолжение следует... Разведывает, значит, здесь. Ну, уничтожая его быстрее. Нельзя, чтобы эти гады здесь летали. Где попало. Так, один... Есть, они повысились, смотрите. Так, разрушительный удар. Дает шанс увеличить время перезарядки. Ну, давайте разрушительный удар возьмем. Так, бомбачи создаем. И ты у нас прокачался. Что я могу здесь сделать? Долговечность. А зачем долговечность увеличивать? Это как? А, это, наверное, количество людей, которых он посылает. И, собственно, прочность планеты. Изначально. Но это не обязательно нам прокачивать. Также вот время перезарядки уменьшается. Ну, давайте еще нано-расщепитель прокачаем. Стоп, а что это за желтая такая фигня тут? А, Родина. Это у нас так Родина помечается. Ну, нифига себе. Ты можешь говорить. Да, большие корабли мне понравились. И зато у нас от кораблей, от крупных, 11,5 доход. Пираты опять на меня нападут, и это будет круто. И у меня будут опять прокачанные корабли. Это довольно-таки круто, согласитесь. Так, что тут? Кто тут? Кто тут пытается напасть? База, защищай тут все. Мочи его. Ее хрен пробьешь эту базу, если честно. Плюс они не могут использовать истребители против моих баз, поэтому... Крейсер класса Раздор. Ну, блин, он может свалить от нас. От нашей базы. Это будет плохо. Поэтому давайте в первую очередь его валить. Какой джамп-секвенс инициейтед? А, разведчик дома. Мочите его. Есть. Круто, что здесь ракеты эти фазовые. Они очень крутые. Круто, они крутые и так далее. Это все мои слова, такие паразиты. Этого навигатора давайте сюда уберем. Я хочу именно все флагманы объединить в один флот. А тут я еще разорителей, наверное, построю. Или же можно один разрушитель и потом уже разорителей кучу понастроить. О, сколько у меня кораблей, капец. Ну, они все не построятся. У нас просто не хватит на это очков. Ну, как тут? Одного уничтожил, да? Как вы видите, они даже щит не смогли пробить в моей базе. Сейчас я их всех солью. Это синий на нас нападает, да? Эх, ты. Глупенький, голокупенький. Давай, ракеты фазовые. Да ну, блин, убей его уже. Сейчас этого убьет, а то того не убьет. Есть. Всех замочила эта база. Вот смотрите, даже крупные корабли она может замочить. Сейчас восстановит свои экраны. Будет замечательно. Уменьшение урона 45, там сколько-то еще, 42. Смотрите, уменьшение урона понижается. А вот интересно, почему это... Почему это уменьшение урона... Оно возрастает и потом понижается и все такое. Странно это все. Так, а вот торговый пост это полезная штука. Давайте, Ctrl-1 и объединим их. Коум-ту-раш-ми. Рашить их надо, рашить. Восстанавливающие облако. И я думаю, это полезная вещь. Гораздо полезнее даже, чем у этого, у Ванторака. Тоже нанотехнологии, в общем-то. Ну что, пираты, не сдаетесь? Будете опять меня атаковать? Ну пусть атакуют. Мне-то что? Им же хуже будет. Так, а здесь что? Залп фазовых ракет. Урон 200. Угу. Насадная платформа. Неплохо. Давайте осадную платформу, пожалуй, прокачаем. И отправим его вот сюда. К остальным нашим. А вот эти крейсеры уже будут у нас... Другими совершенно... ...вещами заниматься. Я им всем качаю скачок, но в мощности, потому что иначе им антивеществов будет некуда тратить. А так будет, куда их его тратить. Так, давайте посмотрим, что мы тут еще можем прокачать. Угу, даже так. Давайте это качнем. Это. Это я не понимаю, что такое вообще безотказная пропаганда. Мы будем все снова. Вот железных планет я как-то не встречал, как ни странно. Ага, снижение стоимости всех кораблей в ресурсах. Давайте возьмем. Угу. Давайте и это прокачаем. Ну все. Да, мы, похоже, какие-то бонусы получаем за что-то там. За переработку какую-то, которую я в принципе не видел. А, пираты, да? Хитрые, значит. Или думаете, что вы хитрые. Что-то вы спросите мне. Я не могу больше. Не уйти моего времени. Говори. Мочи их. Смотрите, сейчас применят нано расщепитель. Или нет? Не предупреждай меня. А ты почему восстанавливающее облако сегодня применяешь? Куда ты улетел? Ты издеваешься? Хотя пусть улетает, в принципе. Там он нужнее, наверное. Мы будем руку снова. Как это недостаточно? А, снабжение флота недостаточно. Как вы видите, то есть есть два типа снабжения. Снабжение экипажами и снабжение, собственно, припасами кораблей. И надо прокачивать и то, и другое. Снабжение качает. Давайте качать все по очереди. Потому что вы видите, что здесь содержание будет увеличиваться. Снабжение качает. А содержание, это знаете ли, тоже нехорошо. Это будет у нас Control 2. Ага. Ну пусть один будет с выведением и строя вооружений истребителей. О, смотрите, мы можем видеть, как к нам отправляются всякие вот эти вот супостаты. Велисян. Велисян. Ммм, корпус 2 с чем-то тысячи. Но они, естественно, здесь ничего не отвоюют, потому что у нас база опять полностью здоровая. Ублюдок. Смотрите, он разведывает. Разведывает здесь всё. Как они пролетают? И никто не прокачался, к сожалению. О, смотрите, доход от одного обогатительного завода 0,6. Но прикол в чём, его нужно именно в самой такой крутой системе ставить, чтобы они из соседних всех систем к нему, в общем-то, везли ресурсы. Ещё, кстати, здесь неплохо было бы обогатительный завод вернуть в таком случае. И торговые порты везде у нас есть. Здесь есть торговый порт. Похоже, нету торгового порта. А нужен. Везде нужны торговые порты. Тут у нас что? Тут у нас нету тоже экономического апгрейда. Давайте станции колонизации построим и всё остальное. Принуждение к миру пока что не будем грейдить. Да, но нам здесь и не нужно, потому что эта станция не очень прочная. Разве что, если будут те, помните, пушки, которые есть у ВТ... Военно-торговый... Что-то там. В общем, ВТК, да. Военно-торговая коалиция. Так вот, то есть, если только они пушки начнут там строить свои дебильные... Тогда мы ответим им вот этой вот фигней своей апгрейдом на базу, это чтобы они не могли разбомбить наши планеты. Ну, то есть, я не знаю, это сработает или нет, но, по идее, оно должно мешать повреждать планеты. Любым способом. Угу. Тут, значит, всё уже есть. Структура complete. Начинать jump sequence. Начинать jump sequence. Начинать jump sequence. Так, а это что? Лаборатории. Лаборатории это интересно, конечно. Но мне бы хотелось... Или здесь есть? Нету здесь торгового порта. А он нужен. Нужен очень, даже нужен. Везде должен быть торговый порт. И тут нету. И что же мне делать? И тут нету. Но тут, я так догадываюсь, можно апгрейдить. Давайте апгрейдим инфра... Логистику и снабжение, точнее. И нужно будет удалить там по одной лаборатории и построить вместо них... Эти... Торговые штуки. Чё это? Магнитная буря. Чё это? А ну да. А тут и так магнитная буря. Какого хрена ещё одна? Сюда наложилась. А ну да, она отключилась и способностей, видите. Но мне это что? А мне ничего. Смотрите, я вообще вижу, как везде просто перемещаются. Я не знаю, вот эти вот... Наши... забыл, раса какая-то. Как наша раса называется? В общем, она самая мощная, мне кажется. Да, вот... Гу-ху-ху-ху-ху-ху. Все они как-то ко мне плохо относятся. Только вот заповедь к сона не очень плохо. Почему-то. А этот наоборот очень меня не любит. Розовенький. Розовенький. Ты думаешь, ты такой умненький, да? а ну-ка давайте посмотрим 08 видите 08 это все же побольше чем 06 поэтому пускай будет а тут есть торговая да торговый порт тут есть замечательно и как у нас торговля 19 от торговых портов доход от крупных кораблей 27 от звездных бас 15 а чистый доход он нас 56 что как вы заметили не намного меньше чем когда мы за торговый союз этот играли смотрите все в него уходит а он чё то не повреждается какое нафиг уменьшение урона вы издеваетесь смотрите сколько в него уходят и он в общем то не повреждать за нее а ну вот все уничтожили наконец-то долбаного разведчика мочили там пять часов айтен факторе реклая рекона сэнс рэвил сэдапа и рэйдис форми Еще одну лабу здесь построим И торговый порт А тут сейчас разрушится эта лаба Или это? Это скорее, да Разборка 69% и так далее и тому подобное Дипломатия Что тут дипломатия? Пираты готовят нападение Да пусть готовят хоть 5 раз Тут опять кто-то голубой на нас напал Уничтожая его Что-то он вообще неуязвимый, смотрите Только ракетами его и мочить можно И то выжил И то вы издеваетесь Уничтожьте его уже, все Ужас, эти разведчики Они меня бесят Они живучие, зараза Эти мы бесят, собственно Витужская лаборатория Давайте разрушим И построим эту лабораторию Ну, например Вот тут Нет, тут не получится Окей, тогда вот тут Сможем еще Ну что ж, отлично Флот еще не апгрейдили Регенерация корпуса Пассивное восстановление Пассивное восстановление Ага Структура complete Ну, хорошо Улучшим Вот это вроде выгодно нам изучать теперь Давайте что ли Титана начнем изучать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok